Это просто маска. Видишь, я не страшный. Маска! При 130 миллионах бюджета ремейк «Черепашек» принёс более 500. А режиссёр Джонатан Либисман номинировался как худший режиссёр на антипремию «Золотая малина». Также сценарий номинировался как худший и фильм в целом номинировали как худший ремейк. Актриса Меган Фокс получила антипремию «Золотая малина» как худшая актриса за роль Эйприл. И её Эйприл тут совсем не похожа на ту самую Эйприл, которую мы любили ещё с мультсериала 80-х годов. Прическа другая и одежда другая. Всем привет! Я Эйприл Унил. Не очень! Подруга Эйприл тут не Ирма, а Тейлор. Также начальник Эйприл не пузатый мужик, а большая чёрная Вупи Голдберг. Унил, будь так добра. Не приходи сюда и избавь нас от своих фантастических историй. Вот что, Эйприл. Уходи и не возвращайся без репортажа о черепашьем заговоре. У Шведера правая рука и помощник не лысый японец Тацу, а тёлка по имени Караи, которую играла Мина Нодзи. Мы не сталкивались с таким противником. Их выдумало общество, чтобы ослабить дух клана Фуд. Это миф. Новый миф. Морозная свежесть. В ремейке черепашек упоминается отец Эйприл и что он будет гордиться ей. То есть мы понимаем, что её отец умер. Ваш отец, несомненно, будет гордиться вами. Из нового в ремейке говорят, что у маленькой Эйприл была крыса, которую она назвала Сплинтер. И четыре черепашки, имя для которых также придумала она. И именно эти черепашки и крыса выросли и стали мутантами. Привет, Сплинтер. А это мои маленькие черепашки. Леонардо, Рафаэль, Микеланджело и Донателло. Таким образом, в отличие от комикса и мультиков про черепашек, маленькие черепашки были не у Сплинтера человека, а у Эйприл. И она их бывшая хозяйка. Также в ремейке фильма Сплинтер нашёл книгу искусства ниндзи в канализации и стал сам учиться, а потом стал обучать черепашек. То есть, чтобы стать ниндзя и овладеть боевыми искусствами, достаточно прочитать книжку искусства ниндзя. Значит, они инопланетяне? Нет, что за глупость. Ещё до выхода ремейка черепашек ходил слух о том, что их сделают инопланетянами. И это очень не порадовало фанатов черепашек. И было много об этом разговоров в интернете, но в итоге это оказалось, что было лишь на этапе разработки и концептов рисунков, и будущего фильма. В итоговом фильме этого нет, но про это шутят. Что вы такое? Пришельцы, чувак! Инопланетяне! Из интересного, ещё в ремейке у Рафаэля Насаи выгравлены иероглифы. А у черепашек тут отличие по цвету не только в повязках, но и сзади на панцирях. У них цвета и узор индивидуальный у каждого. Ещё от черепашек тут пули отскакивают, от их панциря и спереди, и сзади. Как здорово быть черепашкой! А фирменную фразу черепашек Кавабанга по фильму в детстве придумал Микеланджело. Кавабанга! 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 Что? Кавабанга? Также тут черепашки на каждом предотвращённом преступлении оставляют японский символ «семья». Явно поклонники Доминика Торетто. Это древний японский символ означает «семья». Нельзя отворачиваться от семьи. Интересно ещё то, что «Любимая еда черепашек» пицца ни в одном мультике не рекламировался как какой-то бренд пиццы. И вот только в ремейке наконец-то нашли представителя и прорекламировали пиццу «Хатт». Теперь меня ничто не может раскалывать! Начинаю раскалываться! Пицца 99 сыров! А вот в продолжении ремейка «Черепашек» 2016 года, в котором было камео одного из создателей «Черепашек» Кевина Истмана, где он сыграл доставщика пиццы, уже не было рекламы никакого бренда пиццы. И «Пиццу Хатт», как вы показывали нам в ремейке 2014 года, вместо там «Пиццы Хатт», там уже просто что-то не помню, что написано, но никакого бренда конкретного нет. Видимо, то ли запросили создателей ремейка уже гораздо больше денег за рекламу пиццы, либо была ещё какая-то причина и, возможно, жалобы на то, что впаривается и рекламируется «Пицца Хатт». Но, наверное, всё-таки запросили больше денег просто. Дизайн Шреддера в ремейке, на мой взгляд, ужасный. Это просто сплошной кухонный нож и тысяча зазубрин. Либо просто костюм «Швейцарский нож» или трансформер «Оптимус Ножикус». Во второй части Шреддер уже в нормальной броне и нормально выглядит, но его выпиливают из финальной битвы, и он весь фильм ни разу не участвует в экшене. Смотрит, но не участвует. То есть, куколт Шреддер. Играл «Ходячего ножика» в ремейке «Япончик-актер» Тохору Масамуни. И, кстати, я Сергей, и вы на канале «Ай люблю людей». Если хотите меня поддержать, то загляните в описание, там есть ссылки на мой сбербанк и Тинькофф. И также, если хотите посмотреть, как я менял смеситель, тумбу и раковину в ванной, зеркало с подсветкой и провода электрические, то загляните на канал «Смотри софт». Тоже несколько роликов. Ссылки на ролики будут в описании. В общем, вот. Поэтому решил заменить смеситель, и с этого началось преобразование... преображение, точнее, в ванной. Одним из продюсеров ремейка «Черепашек» был Майкл Бэй. И в его фильмах всегда есть персонаж для импровизации и юмора. В этой части это персонаж Вернан. Но все шутки его – говно. И убери его из фильма, ничего не изменится. Нас ждет утренний репортаж. Это у нас отлично получается. В конце фильма у «Черепашек» появляется фургон, который был раньше оператора Вернана и репортерши Эйприл. Да, мы ведь почти одна семья. Продолжение ремейка «Черепашек» было анонсировано уже спустя два дня после выхода первой части в кинотеатрах. То есть за два дня уже фильм полностью отбил свой бюджет и заработал, поэтому создатели были уверены в продолжении. В оригинале у продолжения ремейка «Черепашек» есть подзаголовок «Из тени». При 135 миллионах продолжение ремейка принесло с 245, и это был провал. Планировался и третий фильм, который в итоге был отменен из-за неубедительных сборов второй части. Фильм номинировался на «Золотую малину» как худший ремейк, однако вторая часть стала более продвинутой графически. И тут есть визуально мокрая кожа черепашек. Но если все черепашки выглядят яркими и живыми, то сплинтер тут абсолютно нулевой и холодный. Абсолютно неколоритный. Вернона из второго фильма выпилили в самом начале. И вместо него тут появился Стейси Гном с Кейси Джонс, и лишь к середине фильма Вернон вновь возвращается к действию. Также добавили Бибопа, Рокстеди, Крэнга, а у Шредера снова новая помощница, секси-телка, а у черепашек новый автомобиль из мусоровоза. Актриса Меган Фокс номинировалась на антипремию «Золотая малина» как худшая актриса в продолжении ремейка «Черепашек». Актриса Джудит Хоук, игравшая Эйприл в первой части «Черепашек» 90-го года, в продолжении ремейка проявилась в роли начальницы Эйприл. Но ее сцены почему-то удалили. Еще в начале фильма было камео одного из создателей комиксов про черепашек Кевина Истмана. Он играл доставщика пиццы без бренда. По сюжету ремейка, Шредер телепортировался в другое измерение, и Крэнг дал ему задание найти штуку, которая телепортирует Крэнга и его техногром на землю, чтобы он завоевал ее. Также Крэнг дал Шредеру некий артефакт с лиловой жидкостью, и вколов эту жидкость Бибопу и Рокстеди, они стали мутантами. А Носорогом и Боровом они стали потому, что внутри каждого человека якобы скрыт ген, связывающий его с нашими животными предками. И благодаря вот этой лиловой жидкости, черепашки почему-то могут стать людьми. Поначалу некоторые из черепашек этого хотят, но ближе к концу фильма они решают остаться мутантами-черепашками. Актер Тохуру Масамуне, который играл Шредера в первой части «Черепашек», был заменен во второй части на актера Брайана Ти, и Шредер во второй части просто нулевой. С ним нет ни единой экшн-сцены, он лишь тут просто для галочки. Надевает он ближе к концу фильма свою железную шапочку, и дальше Крэнг его замораживает. Шредер использовал Бакстера Стокмана и кинул его, но почему-то не мог представить себе, что и Крэнг тоже кинет Шредера. И Шредера тут замораживают штуки, как в игре про черепашек на Денди во второй части. И он становится еще одним замороженным в кривой тюрьме Крэнга. Про актеров черепашек 90-х есть ролики на канале, там же про интересные факты о фильмах черепашек 90-х я делал ролики. Еще я делал несколько роликов про мультсериал «Черепашки ниндзя 80-х 90-х», поэтому если вам интересна эта тема, загляните в описание и найдете много интересного. Настал мой звездный час! Я найду вас! И будет еще веселее!